Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов по улице Победы. Из-за прорыва трубы водоснабжения жителям на протяжении нескольких дней приходилось жить без воды. Кроме того, пар и морозная погода привели к тому, что подъезд покрылся снегом и льдом. На этих кадрах видны последствия коммунальной аварии. Третий подъезд в пятиэтажке на улице Победы, 26, после прорыва трубы с холодной водой, больше похож на ледяную пещеру. Тут горло льда. Естественно, нам сказали, что нам придут и помогут все сделать тут. Никого не было. Сказали потом в итоге. И то через интернет мы узнали, что придут в понедельник, сделают нам. И два дня мы ходили и убирали вот эту глыбу, все льда. Вытаскивали. И вот мы всю ночь не спали, потому что мы не знали, что делать нам, куда нам обращаться. Еще плюсом, у нас там стоит коробка, там электричество по всему дому. Мы боялись, что там все замкнет. То бишь мы постоянно до самого утра вот так вот бегали с мужем. Люди вон ходили и покупали воду. Кто как мог, так и справлялся. А там столько много детей. Сейчас в итоге даже управляющая компания с нами разговаривает, как неизвестно с чем, как будто здесь не люди живут. Как выяснилось, авария произошла из-за повреждения внутридомовой системы холодного водоснабжения, что и вызвало утечку холодной воды и обледенение подъезда. Жители своими силами избавлялись от наледи. Порядка 30 человек были вынуждены проживать без воды. Водоснабжение появилось только спустя двое суток. Мы остались без воды, мы остались без помощи нашего руководства. Мы пытались дозвониться до нее. Она нас либо игнорирует, если она взяла трубку, то она нас отправляет ждать. И никакой помощи она нам не оказывает, ничего не объясняет. Мы сами убрали всю наледь в подъезде, нам даже не обеспечили инструментом. Спасибо, вот пятерочка, персонал нам дали. Мы все сами убрали. Воды не было, вот сейчас только сделали, час назад буквально. Мы почти трое суток без воды, с детьми. У нас пенсионеры, прямо вот инвалид мужчина. Не спуститься за водой он не мог. Ну как так-то? Такое откровенно наглость и хамство. Если человек не умеет этим заниматься, зачем вообще ставить такого руководителя? Тем более на такие наши проблемные дома. Спасибо нашей администрации, конкретно Наталье Робертовне, что она помогла разобраться в этой ситуации. Ну вообще на деле, конечно, должен быть руководитель этим заниматься. А не то, что мы уже подняли, как говорится, весь город на уши. Только тогда нас услышали. Напомним, авария случилась ночью с 19 на 20 января. Прибывшая аварийная бригада перекрыла водоснабжение по одному стояку. Установив причину произошедшего из-за низкой температуры, в коридоре секции перемерз и лопнул вентиль. За разъяснением ситуации мы обратились к представителю управляющей компании. Я узнала в два часа, это с пятницы на субботу, в два часа ночи, что идет прорыв трубы в подъезде. Я тут же набрала главного инженера, наши слесарей мы нашли, они туда пошли, перекрыли воду. Но через некоторое время жители, там доступ абсолютно свободный, хоть кто может, жители снова включили. То есть ситуация повторилась. И тогда уже пришлось, эта администрация уже вмешалась и вызывать аварийку. Нужно исправлять то, что было сделано до нас. Это двери, это задвижки, это натуральная безопасность, охрана и так далее. Вопросов очень много, а дел того больше. Будем работать. В связи со сложившейся ситуацией в понедельник под руководством главы города в администрации состоялось оперативное совещание по вопросу устранения коммунальной аварии. В работе совещания приняли участие представители прокуратуры, аварийной службы, управляющей компанией, а также администрации города. То есть, как правило, в таких домах рекомендуют до конца воду не закрывать и в морозные ночи немножечко хотя бы по спичечной головке, чтобы вода бежала, чтобы перемерзания не было. Ну вот, все вместе так сложилось, что и отсутствие договора, и отсутствие взаимопонимания, и состояние само дома привело к такой ситуации. Могу сказать по результатам данного совещания, что данную ситуацию объективно можно было предотвратить. Сработал человеческий фактор, возможно, личные отношения, возможно, непонимание уровня профессионализма, но самое главное, этого могло не быть. Значит, здесь обязательно есть те, кто отвечает за общий порядок, я не исключаю в данном случае себя, и не снимаю себе ответственность. Ну и, конечно, просто оставаться равнодушными к этой ситуации нельзя. Необходимо принять незамедлительно меры по предотвращению возникновения подобных ситуаций вновь. Усилить, в связи с температурным режимом, бдительность и контроль за соблюдением действующего законодательства, провести дополнительные инструктажи с персоналом. Вот в данном случае, считаю, вот такие мероприятия, они являются наиболее сегодня значимыми, и думаю, что еще нам с вами придется встретиться на этом объекте. Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.